Завершился региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший учитель родного языка и литературы». Всеобщее признание заслуг в своих муниципалитетах получили 12 учителей. Сегодня они боролись за право представлять Карачаево-Черкесию на заключительном этапе всероссийского конкурса, который состоится в Татарстане. За мастер-классом профессионалов наблюдала Мадина Каракетова. За звание самого лучшего боролись 12 муниципальных победителей. На этом этапе конкурса им предстоял мастер-класс, на котором необходимо было представить свой муниципалитет и за 7 минут поделиться своим лучшим педагогическим практиками по преподаванию родного языка и литературы. Перед стартом конкурсантов приветствовала министр образования Карачаева-Черкесии Инна Кравченко. Я хочу отметить, что конкурс вышел совершенно на новый уровень и профессиональный, и организационный. Сегодня в этом зале собрались самые сильные учителя родного языка и родной литературы. И каждый из вас для нас сегодня является победителем. Не важно, кто выиграет и будет представлять республику, потому что вы уже победители муниципального этапа. И у нас с вами, уважаемые коллеги, стоит основная приоритетная задача национального развития образования. Это сохранение и развитие родного языка и культуры. Лучших учителей родного языка и литературы наградили почётными грамотами. Затем всех пригласили в импровизированный класс. Каждый учитель очень творчески подошёл к выполнению итогового задания. Учитель карачаевского языка и литературы из села Холодно-Родниковское со стажем работы более 30 лет Анжела Дураева посвятила свой мастер-класс изучению фразеологизмов и провела его в виде расследования, в котором она руководитель детективного агентства, а её коллеги – детективы. Проходили уроки открытые, мастер-классы на муниципальном. А сегодня тоже на уровне города давали уроки. Было сложно, было трудно, но вроде всё прошли. Эмоций много, много нового узнаём, опыта перенимаем. Я люблю собирать материал, этнокультуру, открыла в школе музей. Вот эти работы, вот мне именно интересно работать с языком. Учителя-языковеды считают, что проведение подобных конкурсов профессионального мастерства не только стимулирует, но и позволяет обменяться опытом, который впоследствии можно применить в своих школах, сделать занятия более насыщенными и интересными для детей, а главное – привить им любовь к родному языку, истории и культуре. Перед строгими жюри ставила нелёгкая задача определить лучшего среди лучших. И им стала учитель родного языка и литературы второй школы села Учки-Кен Мариам Чучаева. И именно ей предстоит важная миссия – достойно представить Карачаево-Черкесию на заключительном этапе конкурса, который в этом году пройдёт в Татарстане. Мадина Каракетова, Олег Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия.